Приезжали тут и пожарные приезжали. Ну там что-то обошлось, по-моему. Утро пятницы. Практически во все экстренные службы города поступают звонки с одной и той же пугающей информацией. На четвертом этаже жилого дома по улице Ноксинский спуск. На подоконнике открытого окна, свесив ноги, сидит маленький ребенок, плачет и просит о помощи. Девочка напугана и вот-вот сорвется вниз. На место оперативно выехали спасатели, пожарные и медики. Но их помощь уже не понадобилась. Все решил без преувеличения. Счастливый случай. Мимо дома проходил участковый полномоченный полиции. Увидев происходящее, он успаковывал девочку и уговорил ее слезть с подоконника и войти в комнату. Полицейский поднялся на этаж и вошел в квартиру, дверь которой была не заперта. Ребенок в квартире был один. Это вообще, разве так можно детей оставлять под них? Там просто бабушка должна была прийти, задержалась. Участковой открыли дверь, вывели ее. Как она себя чувствовала? Плакала, напугана была. Попробовал позвонить ее папе, чтобы подняли все. Как? А что, нельзя было остаться подождать, что ли? Бабушку? Тот редкий случай, когда многочисленные очевидцы не схватились за телефон и снимать происходящее на видео, а искренне успокаивали ребенка. И лишь один из жителей в тот день девочку все-таки сфотографировал, когда ее перепуганную уже вывели на улицу. Фото разместили в группе дома, чтобы быстрее отыскать родителей, которые вскоре и нашлись. В настоящее время на обоих родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию воспитания несовершеннолетних». Материалы направлены в Комитет по делам несовершеннолетних. С членами семьи, где произошел инцидент, нам пообщаться не удалось. Дверь никто не открыл. Хотя за нашими съемками во дворе из окон нужной квартиры пристально наблюдала пожилая женщина. Возможно, это самая бабушка, с которой должны были оставить девочку. Так или иначе, о семье соседей отзываются исключительно положительно, называя все случившееся с течением обстоятельств. К счастью, не роковым. Мария Молочникова, Максим Малов, Телеканал, эфир.